Мошенники, Сбербанк и Тинькофф. Вот такое название и сегодня подробности об этом. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, к сожалению, я снова вынужден вернуться к теме мошенников, Сбербанка. Что меня вынудило к этому? У меня сын, ему 17 лет, и ему там поступает стипендия, и им выдали всем карточки Сбербанка, платежная система МИР. Он туда получает регулярно стипендию, и я вам рассказывал как-то, что я ему посоветовал взять карточку Рокетбанка. Это был очень хороший банк, это была очень хорошая карточка, и она была бесплатная, там вообще все дела, все очень хорошо, но все было настолько хорошо, и она была настолько бесплатная, что банк, в общем-то, не смог устоять в конкурентной борьбе. И они прекратили существование вот в таком виде, они стали там платежной системой и так далее, то есть Киви прекратила поддержку проекта Рокетбанк. Рокетбанк пришлось закрыть, мы ничего не потеряли, они очень все хорошо выплатили, но сын остался без карточки. И он очень добрый человек, и очень наивный, и как и многие современные дети, они очень мало сталкиваются в жизни с обманом, с несправедливостью, и они уязвимы в этом смысле, очень сильно. И сколько не объясняем, что вот это вот нельзя делать, вот это нельзя, вот нельзя никому сообщать CVV-код, нельзя никому сообщать PIN-код. Но он доверчивый, он очень добрый, он, по-первых, даже можно не просить, он всегда готов помочь людям и ждет от людей такого же. Ну и вот на днях он получил плевок в самую душу, ему, ну на него вышли какие-то мошенники, сказали, что слушай, блин, все классно, а он такой еще везунчик у нас, вот, ты получил приз. И чтобы получить приз, дай нам номер карты, мы тебе переведем этот приз. И для того, чтобы, так сказать, ты получил приз, скинь нам еще CVV-код. Он это сделал, ну, говорит, ну, дальше, дальше было вообще просто, ну, на него какое-то затмение, что ли. Ему говорят, сейчас тебе придет смс, сообщил код из смски. Он, не читая смски, сообщает код, хотя там написано, что, так сказать, там, типа, перевести деньги, там, ну, куда-то. Короче говоря, денежки у него сказали АУ. Вот, не все. Мошенники оказались, судя по всему, его ровесники. Они там провели, там, два или три платежа с его карты, сняли, там, по 700-800 рублей. Сейчас я, ну, наверное, предприму какие-то действия для того, чтобы найти этих негодяев и наказать. Вот, ну, потерял он всего 3,5 тысячи рублей. Теперь он очень-очень злой, об этом чуть позже. Вот, но... Я ему говорил, что никому никогда не сообщай CVV-код. И всегда всем говорил, никому не сообщай пин-код. Вот, ну, когда, вот, говоришь человеку, да, у него так пи-ш, в одно ухо влетает, пи-ш, вылетело. Много раз говорил, вылетает. Для того, чтобы знания в голове закрепились, нужно заплатить, наверное, деньги. Потому что он получил урок, он заплатил за этот урок 3,5 тысячи рублей сейчас. Сейчас мы пытаемся их, как бы, забрать назад. И я надеюсь, что произойдет с прибылью. Негодяев я... Трепещите. Потому что я буду выяснять, кто это сделал. Как я буду выяснять? Я выясню IP-адрес, с которого, ну, как бы, посылались сообщения. И я выясню номер телефона, и, соответственно, за который было уплачено деньги. Я думаю, что эти идиоты настолько глупы, что они за свой телефон заплатили, и им придется вернуть деньги. Вот. Но IP-адрес я найду. Поверьте мне. По IP-адресу я найду владельца. Ну, не буду раскрывать. Вот. Итак. Еще один момент. Почему это произошло? Ну, первое. Он, конечно, наивный и добрый мальчик, с одной стороны. Но, с другой стороны, это Сбербанк. И я вам могу сказать, что все мошенники любят Сбербанк. Потому что практически у всех людей есть счет в Сбербанке, есть карта Сбербанка. И они, ну, вы знаете, что когда звонят, вам наверняка тоже звонили и сообщали там, вот. Ну, мне уже несколько раз сообщали, что Юрий Алексеевич, значит, там, ну, номер моего телефона можно найти, имя, отчество можно найти. Вы такой, такой. Вот. Вы совершали, там, с вашей карты пытаются перевести 20 тысяч рублей на имя такого-то, такого-то, в каком-то мухосранске человек. Вы делали этот перевод? Нет, я не делал. Честно говорю, что не делал. Ну, и дальше начинают размазывать сопли по стенке. Но у меня нет карты Сбербанка. Вот в чем дело. Вот. Поэтому мне бесполезно звонить. У меня нет карты Сбербанка. И вот люди, которые имеют карту Сбербанка, ну, они наиболее подвержены мошенникам. Мошенники любят Сбербанк. Что делать, чтобы уберечься? Ну, во-первых, я говорю, слушай, Кирилл, ну, Рокетбанк был, который, как бы, ну, уже не существует. Давай, говорю, Тиньков, что делать? И я решил ему сначала сделать, ну, карту дополнительную к своей. Ему еще 17 лет. Я думал, что ему не дадут карту. Короче говоря, в Тинькове карту дают детям с 14 лет. То есть до 14 лет у них была карта Юниор. До 14 лет детям можно иметь карту, но она будет привязана к карте родителей. Сейчас с 14 лет некоторые банки, включая Тиньков, дают уже полноценную дебетовую карту на детей. И ребенок уже может, ребенок с 14 лет, уже может иметь карту, может расплачиваться по ней, может, ну, это полноценная дебетовая карта. Кредит он не имеет права брать, кредиты берут с 21 года. Вот, что я хотел сказать. Смотрите, Тиньков дает карту с 14 лет. Это первое. Второе. В чем кайф Тинькова? В том, что мошенники не так любят Тинькова. Хотя уже любят, потому что Тиньков очень сильно распространен. Ну, огромное число клиентской базы уже иногда звонят и по поводу Тинькова. Но у Тинькова есть очень ценное свойство, которое было и у Рокетбанка, и которого нет у Сбербанка. Посмотрите, вот у меня карта Тинькова, личный кабинет Тинькова. Я перехожу в настройки. И в настройках есть вот прямо первый пункт операции в интернете. Они у меня отключены. Даже если кто-то узнает номер моей карты, узнает CVV-код. Ну, когда люди платят через интернет, они должны что сделать? Они должны, ну, там, как правило, как правило сейчас, идет двухфакторная авторизация, то есть подтверждение СМС сообщением. Но, когда вот это сделано, никакого СМС подтверждения, то есть операции в интернете запрещены. Ребята, если у вас есть карта Тиньков, сделайте это, пожалуйста. Это защитит вас дополнительно. Когда я хочу заплатить через интернет за что-то, последний раз сегодня это сделал, я просто взял и вот так включаю операцию в интернете, код подтверждения. Мне приходит код подтверждения. Я ввожу сюда код подтверждения, что я разрешаю операцию в интернете сам себе. Я делаю эту покупку в интернете, а потом беру и отключаю эту функцию. Все. Мне она сейчас не нужна. Все. Вы защищены дополнительно от таких негодяев. Сбербанк этой возможности не дает. Тиньков это дает очень легко, вы видели. Ну, дает ли это ваш банк, узнайте, пожалуйста, у себя. Если не дает, ссылку на Тинькова вы увидите в описании к моему видео. Тиньков. Это очень хорошо. И вот сейчас он получает карту Тинькова. Ну, теперь он уже освоил этот урок. Конечно же, я ему покажу, как отключить операцию в интернете. И, конечно же, проведем сегодня же первые платежи, потому что сейчас он зарабатывает деньги. Он уже достаточно взрослый, ему 17 лет. Он сейчас на стройке работает. Он заработал уже себе на смартфон. Мы будем покупать смартфон через интернет. Ну, делайте выводы, господа, о выборе банка. Операции в интернете вы видели. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что кому-то это видео поможет сберечь свои деньги. Спасибо за внимание. До встречи.